всем привет сегодня рассмотрим такую штуку как открытие двери постоянно от себя ну и с автозакрытием заодно потому что когда мы в игры играем мы же открываем дверь и она постоянно открыта либо надо закрывать либо ну то есть какие-то нюансы определенные есть если мы запустим откроем дверь видите она на нас открывать это это вообще никуда не катит как говорится потому что меняется структура надо отойти назад что-то делать закрыть дверь допустим если на вас там персонаж это охотиться за вами допустим какой-нибудь хоррор и еще что-нибудь подобное это очень сложно не нужно то есть надо немножко сокращать так скажем так для начала здесь мы будем делать то есть это обычная дверь здесь мы будем делать как раз таки чтобы она открывалась в разные стороны как видите здесь она тоже самое открывается в одну сторону лишь нюансы по сути никаких особо то и нет так эта часть у нас просто поворачивает ручки так что мы ее оставим это мы удаляем потому что мы здесь как раз таки будем переписывать но на самом деле пока вот это тоже можно удалить так event актив оставим пустым вот это тогда оставим создадим event который будет таки открывать дверь так давайте назовем как-нибудь open door в во первых нам надо такую ноду применить как do once чтобы он выполнял действие всего лишь один раз то есть чтобы мы не заходили допустим давайте поставим заодно сюда бокс коллизию расширим я чуть повыше поднимем ну и так в принципе достаточно то есть при заходе персонажем в эту коллизию мы будем открывать дверь так но сразу выделяем бокс добавляем event бегин оверлап куда-нибудь его поставим сюда сравним кто заходит в эту коллизию соответственно мы сравним с персонажем get player character сюда выставляем branch как обычно все настроиваем если да то соответственно мы выполняем нашу функцию которую мы вот сейчас напишем все коллизия проверяется открывается если заход персонаж теперь чтобы все это выполнялось нам надо сначала создать несколько переменных во первых это проверим открыта ли дверь или закрыта так давайте искосит вопросительный знак переменные типа булин оставляем get здесь сразу branch сажаем на true действия это у нас time lapse будет который как раз таки мы будем настраивать посадим его на playforum start введем новую кривую которая у нас будет выполняться давайте сделаем полторы секунды поставим точки первая точка будет соответственно 00 здесь все тоже по стандарту время полторы значение единицы выделяем эту и эту одновременно нажимаем авто то есть мы сглаживаем так здесь у нас все таймлап закрываем теперь у нас получилось по стандарту давайте выбираем нашу дверь которая основная внутренняя часть делаем ее set relative rotation подключаем на апдейт теперь давайте вот так вот куда нибудь поставим сюда так rotate давайте разъединим спричь строк чп так как у нас все будет поворачиваться по z отсюда выводим ноду lerp так на данном моменте мы подключаем на альфу чтобы мы с нуля до единицы могли изменять значение на а у нас будет 0 на b так как у нас будет дверь в разные стороны вращаться сделаем такую ноду как select float то есть мы будем выбирать из верхнего и нижнего значения вот именно то значение которое нам нужно но с помощью подачи переменной буллин соответственно нам надо чуть позже так чуть позже мы к этому вернемся ну давайте сначала мы во первых определим положение персонажа это сначала определим положение персонажа к основной части чтобы давайте default scene root это будет у нас основная часть хотя можно было к любому к двери или к боксу выбирать это все но пусть она будет основной частью берем ее значение это значение нахождения get world location у нас получается вектор теперь из этого вектора нам надо будет вычесть вектор персонажа так так у меня здесь уже на begin play стоит каст на персонажа и переменная a first person character так вот она лежит get теперь мы должны определить где находится персонаж get get actor location теперь мы должны вычесть из этого значения это чтобы определить получилось какое-то значение небольшое да далее у нас очень интересная нода это нормализация вектора вектор у нас идет определенными строчками да здесь конечно сложно показать ну то есть вектор у нас как бы в скобочках соответственно допустим значение какое-то 45 там может быть 52 там 2 то есть вот это значение вектора при нормализации данного значения мы получим значение до единицы с нуля до единицы то есть это будет там ну не знаю 0.8 0.2 0.1 что-нибудь такое то есть в общем как смог объяснил нормализация вектора теперь мы должны из default-scen root определить get forward вектор расположение вектора вперед либо направо но там уже мы посмотрим сейчас сначала проверим как она здесь работает и теперь еще одна интересная нода это dot это уже нода сравнение векторов то есть он будет сравнивать куда направлен этот вектор с направлением этого вектора если он будет равен появится значение float так это значение float кстати мы давайте сделаем переменной и запишем ее вот сюда так назовем это dot product и теперь кстати это же значение мы вытаскиваем вот сюда будем сравнивать то есть мы сравним если оно больше или равно нулю то мы выбираем из этих значений эти значения у нас будут браться поворот двери то есть если я выбираю дверь нажимая поворот то есть давайте 80 или 85 сделаем где-нибудь так давайте первое у нас значение будет 80 а второе значение минус 80 то есть одно от себя другое как бы то есть на тебя но там она уже автоматом будет определять так теперь мы после этого сделаем во первых снова после этого мы снова будем делать проверку проверку закрыта или открыта для того чтобы сделать авто закрытие двери и и здесь у нас тоже появится новая такая интересненькая нода поставим на фолс ее делай но только ретриги рейба это отложенная нода которая то есть откладывает время исполнения если вы ничего не делаете либо не выполняется функция в которой она стоит в данном случае она не будет выполняться потому что мы не будем изменять значение так давайте поставим значение 2 примерно и теперь да ну во-первых оставим вот сюда так и склосит у нас давайте скомпилим склосит у нас сначала будет закрытый потому что дверь сначала закрыта после этого мы сразу записываем то что она открыта то есть мы ее без галочки оставляем а здесь мы уже после ретриги дэвэй оставим закрытый но для того чтобы дверь закрывалась после этого нам нужно будет вызывать получается и дуанс вызывать ресет то есть мы должны подать ресет что у нас можно еще раз выполнить действие и заодно при этом надо будет подаваться на реверс так во-первых мы с фолса подаем на реверс реверс так на ресет мы должны подать вот отсюда и теперь посмотрим так по структуре вроде бы все правильно правильно хотя нет так сюда сразу можно подключать да можно было бы потому что нам после этого сразу надо выполнять ну давайте проверим сохраним загружаемся подойдем двери так мы зашли в коллизию она у нас работала дверь не закрывается а понятно да то есть мы когда заходим в коллизию она заново открывается но закрытие не происходит почему потому что соответственно мы не выполняем реверс сразу же и одновременно так что нам вот после этого давайте sequence выполним нам надо выполнить сразу два действия это сюда оставим sequence здесь одно выполняет reset а второе выполняет реверс и получается принципе все правильно сейчас проверим мы зашли так дверь у нас обратно открывается на нас почему так возможно из-за вот этого давайте проверим поставив get get right vector потому что если она повернута возможно она не сработает проверяем так окей сейчас проверим отсюда она на нас открывается давайте переставим минус 80 на 80 так все единственное здесь может быть проблема когда она закрывается она мы заходим в коллизию она резко закроется да вот это вот к сожалению большая проблема а так все работает все отлично так так но две секунды слишком долго давайте 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 выставим буквально секунду потому что пока она соображает все да да ну так быстрее будет можете даже выставить еще быстрее открытие закрытие так ручка у нас не действует потому что мы не подключили все это так давайте кстати на диспетчер на получается на интерфейс выставим все это так оверлап давайте пока отключим и проверим на интерфейс на интерфейсе так на begin оверлап как говорится не работает видите и дверь сразу закрылась я принципе ничего не делал то есть она вот секунду подождала и закрывается так давайте проверим открывается ли она в разные стороны да все отлично и вот такая вот друзья новость как говорится потихонечку что-то стряпается если у вас есть какие-то комментарии к этому как сделать допустим чтобы дверь резко не закрывалась когда еще раз вот если с коллизией работать так давайте кстати проверим как она да но если я вот когда она закрывается я нажимаю тогда она быстро захлопывается надо будет над этим еще поработать так общую структуру я вот сейчас показываю надеюсь и чуть-чуть увеличу надеюсь вы это все заметили а на этом все всем спасибо пока пока пока